Но другой способ развития полезных навыков практикуют в двух таллинских гимназиях. Эстонская и русская школы стали участниками необычного проекта. Для старшеклассников устроили танцевальный класс. И по словам организаторов, ничто так не сближает людей, как язык тела, а значит танцы отличная альтернатива назидательным урокам и советам. Наш корреспондент Наталья Карасева расскажет подробнее. Казалось бы, это не модный сегодня хип-хоп или стрит-джаз. Старшеклассникам предстоит исполнить элементы из классической программы спортивных бальных танцев. Впрочем, ни румба, ни зажигательный джайв. Ни всего неделя подготовки школьников не испугали. Они танцуют настолько искренне и с удовольствием, что легкие ошибки только добавляют им обаяние. Навык в танце, я думаю, есть у каждого, потому что каждый танцует дома, когда никого нету, и это тоже навык. Но именно если смотреть это как на тренировку, то это мой второй контакт с танцем. Когда-то я танцевал народные танцы, когда еще жил в Кохтлоярве. И теперь это такой мой второй близкий контакт тогда с румбой, с джайвом, с рок-н-роллом. Процесс подготовки не был сложным. Все тренировки проходили на отлично. Нам было весело все это время. Мой плюс – лишнее общение с новыми людьми и даже с теми, с кем каждый день встречаешься. Но совершенно в другой обстановке. Первый такой танцевальный марафон прошел еще в 2009-м. Организатор Хари Эгипт убежден. Попытки сблизить молодежь лекциями, заставить их попрактиковаться в языке скучными совместными мероприятиями, редко приносят хороший результат. В отличие от танцев, где дети чувствуют настоящий драйв. Неформальная обстановка и особенные ритмы самих танцев располагают к позитивным эмоциям. А значит, есть надежда, что общение продолжится и дальше. Мы выбрали именно танцевальный проект, потому что это знакомство через язык тела. Так они учатся взаимодействовать и, кроме того, просто общаться друг с другом. Потом ученики знакомятся, задают вопросы, становятся ближе. Так и проходит такой классный танцевальный вечер. Долгое время Хари придумывал, как позволить участникам танцевать не с одним, а с разными партнерами. В итоге появилась целая математическая система. Номера участников здесь имеют принципиальное значение. Никто не выбирает пару, зато успевает потанцевать с каждым. Интересно, что после их первой тренировки прошла всего неделя. Те, кто не вошел в список финалистов по условиям танцевального конкурса, отправились в судейскую компанию. Но им тоже не пришлось сидеть на месте. Марафон есть марафон. После того, как основной состав отправился отдыхать, на паркет вышло жюри. Мы все были рады проявить также инициативу и потанцевать. На самом деле это очень классно, это большой опыт, как и в танцах, так и найти новых друзей. 12 класс, потому что у нас все основные из 12 класса. Два ученика у нас из 11 класса. И у нас экзамены. И эта практика на самом деле очень нужна и необходима. Только танцами вечер не ограничился. После них гимназистам предложили пообщаться в свободной обстановке. Организаторы очень надеются, что танцевальный класс оставит у школьников самые лучшие воспоминания. А возможно вдохновит и другие школы на участие в подобных инициативах. Наталья Карасева, Юрий Жильцов. Специально для Кофе Плюс. Специально для Кофе Плюс.